Долгострой Здравствуйте, с вами проект «Квартирный контроль» и я его ведущая Мария Федорова. Этот репортаж мы ведем с Общероссийского съезда обманутых соинвесторов жилья и апартаментов, который проходит сегодня, 25 апреля, в Москве. Здесь, в гостиничном комплексе Измайлова, где проходят мероприятия, собрались представители пострадавших дольщиков более чем из 40 регионов нашей страны. И участники съезда собрались здесь не только для того, чтобы рассказать о своих проблемах, но и чтобы путем совместной работы с представителями фракции КПРФ найти эффективное решение проблемы обманутых дольщиков. Непосредственно участие в мероприятии приняли 575 делегатов из 28 регионов Российской Федерации. И на каждого из них была возложена огромная ответственность не только предложить способы совершенствования механизмов защиты дольщиков и выдвинуть требования к властям, но и привлечь максимальное внимание к своей проблеме. Ведь местные власти не только не торопятся оказывать реальную помощь пострадавшим, но и зачастую винят самих дольщиков в неосмотрительности и, по сути, принимают в сторону недобросовестных застройщиков. Наш дом является долгостроим на протяжении 10 лет. Однако, господин Тимофеев, это Москомстроинвеста, господин Хуснулин упорно с 2012 года не разрешают нашему объекту реально достроиться, поскольку мы подозреваем, что есть какой-то коммерческий интерес со стороны московских властей. Мы боремся с этим и таким образом пришли на съезд для того, чтобы федеральным властям объявить свое негодование и сказать нет, абсолютно нет коррупционным чиновникам, нет реновации. Реновация земли и пятиэтажек должна быть осуществлена только после того, как они разберутся с 20 тысячами обманутых дольщиков в городе Москве. Застройщик как бы нашему руководству так же как бы обещает. В конечном итоге мошеннические действия. В 2012 году, 21 марта, было возбуждено уголовное дело против учредителя застройщика. Благополучно крышуют, закрывают, всячески убирают. И в конечном итоге пытаются нас сейчас опять в мошеннической схеме слить. Реальные мошенники проходят по другому уголовному делу, как потерпевшие, имея все наши деньги. А какие надежды на съезд возлагаете? Да, достаточно того, что если в дело это заглянет кто-нибудь из руководства. Этого будет достаточно, чтобы увидеть, что там настолько мошенническая схема и как бы всем известные рейдеры, которые уже не один год промышляют по Москве и Московской области. ООО 321, Голго-Вятск, спецобъект строя. Город Чакроват. Повторный долгострой. Дом сдается за 2003 год. Завтра дольщики объявляют в голову. То есть уже информацию в администрацию президента отправили письмо. А местные власти как вообще реагируют? Игнорируют или закрывают дело? В числе представителей мы увидели и дольщиков печально известного жилого комплекса «Березки», который стал героем нашего недавнего обзора. Это получается группа компаний, если объединяться. Непосредственно, когда мы отслеживали, брали выписки ГРЛ, там одни и те жилица, у этих генеральных директора, у учредителей одни и те жилица практически. Поэтому для того, чтобы эта схема работала, можно было пирамиду строить это все. Когда мы все озвучили, эту пирамиду начали афишировать, да, соответственно, господин Денис, это главный собственник этой всей пирамиды, да, ему очень это все не понравилось, о том, что озвучили это все, и мы объединили все его стройки. И получилась ситуация очень плащина, потому что, оказывается, за 10 лет у него ни один объект был толком не сдан, построил коробки, запустил людей, сделал рекламу, да, они запустили. И так на каждом объекте у него идет. Пользуясь случаем, хотели бы выразить вам благодарность за ваш репортаж. Впервые мы увидели реальную картину не своими глазами, а вот приглашенными СМИ. Надеемся, что вы возьмете на контроль нас ЖК и будете хотя бы раз в 3-4 месяца нас навещать. В таком закрытом ЖК, Шерватский лес, где действительно многовековые сосны, вообще непонятно, является ли эта территория охранной, потому что, ну, очень живописное место. Мы надеемся, что представители партии КПРФ нас услышат и каким-то образом хотя бы прекратят действия этой организации, чтобы не было больше пострадавших с каждым днем. Взаимодействие дольщиков и организаторов съезда фракции КПРФ существует не один день. Но, к сожалению, Компартия чуть ли не единственная из политических сил, которая предпринимает реальные шаги по защите прав участников долевого строительства. Помогите, потому что очень важно. Зачем мы пришли? Мы везде обратились. Зачем мы пришли? Никто не взялся за эту тяжелую задачу. Мы взялись. Мы все вовремя благодарны. Мы будем за вас голосовать на 66 тысяч. Даже если не будете, я вам буду помогать. В мероприятии приняли участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин. И председатель Москомстроинвест Александр Гончаров. Мы собрались за съезд специально накануне 1 мая и 9 мая. Потому что перед вами задолжались только, что сразу не рассчитаются. Если не будем работать дружно, организованно, слаженно и совместно, то эта проблема будет висеть еще годами. Мы все сделаем, чтобы этого не случилось. По крайней мере, занимаемся вместе с Рашкиным и Глычковым этой проблемой уже несколько лет. Когда первый раз обобщили по Российской Федерации, то я просто ахнул. Оказалось, что у нас с вами почти 60 тысяч обманутых дочек. Тогда я подготовил официальную записку президента страны Путину. Встретил с ним, обсуждал довольно обстоятельно. Рассказал все ваши беды и проблемы. После этого была встреча на отчете правительства. Были министры у нас во фракции, в Думе обсуждали с ними. Казалось бы, есть полная единодушие, что проблема должна быть решена. И решена не откладывая долгие вещи. Стали решать. Сдвинулась эта очередь процентов на 30. Обрадовались. Но в 2008-2009 году снова накрыл кризис. Затем второй раз, третий раз шарахнул в 2013-2014. Эта очередь снова выросла почти до 150 тысяч обманутых дочек. И в начале мая, в первой декаде мая, будет Государственный Совет. Я член Государственного Совета. И специально договорились вот с нашей командой, со всеми министерствами, службами ведомства, собрать съезд дольщиков. Потому что некоторые боятся с вами разговаривать, не хотят встречаться и бегут от этой проблемы как черт отладин. Можно по-разному относиться к рыночным отношениям, которые нас с вами загоняют, отправляя в суды защищать свои права и сравнивая невозможность получения квартиры, за которую вы заплатили большие деньги. И ради которой вы продали многие свое единственное жилье, а сейчас вынуждены ютиться в съемном жилье, не имея возможности ни рожать детей, ни развиваться. По сути, оставляя себе только право биться с чиновниками, пытаясь заставить их убедить. Мне кажется, сегодня наступил тот момент, когда мы должны с вами все вместе, собрав иногда эмоции в кулак, доказать этой власти. Что мы с вами те люди, которые не просят у государства ничего лишнего, а просят лишь свое в рамках предоставленного законодательством права. И наша общая задача сегодня, вместе с органами исполнительной власти, с депутатами, сформулировать эти цели и задачи, которые позволят решить эту проблему. И самое главное, не допустить ее возникновения впредь, чтобы не было больше людей, которые потеряли все, что они заработали и остались на улице. Государство спровоцировало эту ситуацию с обманутыми дочками. Государство! Оно и должно ее исправить. Государство! Они обманутые жители, граждане, так называемые, теперь обманутые дочери президента. Распоряжения указы не выполняются. Они были по обманке, дочери. Мое мнение. Либо уволят, кто не выполняет твои распоряжения, либо уходи сам. А в третьего нет просто. Генеральная прокуратура. Всего лишь 10% в итоге тянута. Доведены до судов. Обманутый дольщик должен 100% уже быть представлен материалом в суд. 100%. А значит, либо в доле прокурора и исследователей, либо должно быть пройти все через суды и ответить уже. Существенный процент выступающих составили представители пострадавших дольщиков из Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и делегаты из других регионов от Калининграда до Якутии. Это Тюмень, Сочи, Ярославль, Иваново, Омск, Челябинск, Кострома, Саратов и другие города. АПЛОДИСМЕНТЫ Это не наша проблема, это проблема государства. Именно государство предлагало гражданам вступить в долевое строительство, брать льготную ипотеку. И, собственно, именно государствами утверждены и выбраны застройщики. Интерес государства очевиден. Это привлечение многомиллиардных средств, это высокие прибыли банковской сферы. Пора государству выполнить свои обязательства. Каким образом мы предлагаем решить вопрос целевого, нецелевого использования средств и вообще проблемы дольщиков? Поэтапная оплата жилья. Поддерживая. Да, то есть как это делается во Франции. На начальном этапе, на этапе фундамента 5%. Возвели под крышу 70%. А дольщик защищен от того, что его жилье не будет достроено. Мы предлагаем, собственно говоря, последний момент. Это поправки Единой России для депутата Барышева, который предлагает урезать штраф по неустойке в 25 раз. Максимальный размер неустойки уменьшить в 2 раза. И, собственно говоря, допускает возможность согласования принятия дольщиком объекта как ненадлежащего качества по взаимному соглашению сторон. Это все нарушает законодательство и права потребителей. Я призываю фракцию КПРФ и депутатов не допустить принятия данного закона, который по графику 20 апреля должен был начать рассмотрение в ДУН. Мы являемся самым старым долгостроем в России. С 97-го года устроятся в нашей благополучной Активенской области. А в то время губернатор Активенской области был Сергей Семенович Сайдяня. На свой счет достраивают эти дома. И квартиры передают дольщикам в качестве найма. Отдельно с каждым дольщиком договариваются, как он эти квартиры будет переводить в свою собственность. У каждого объекта свои финансы. А все деньги, которые государство потратит на достройку, значит считать украйденными у государства, и вменить эту кражу тем застройщикам, которые за указанный период не смогли это достроить. Это будет хищение у государства. Вместо за трибуной обманутые дольщики занимали в соответствии с регламентом. Но в случаях, когда эмоции брали вверх, не обошлось и без нарушений установленного порядка. Буквально одну минутку, пожалуйста. Нет, стойте. Давайте, да, смотрите, действительно надо объединяться. Потому что без этого мы как были лохами, которые по дешевке купили квартиры, так и оставим. Потом второе, второй момент. Надо дать фехоты инвесторам, которые готовы инвестировать, инвестировать готовые деньги в жилые комплексы. Потому что сейчас инвесторы приходят, ему детский сад построят, школу построят, еще обманутым дольше. Я прошу прощения, одно фигуру. Прощаю, присядьте, пожалуйста. Если вы не захотите прислушиваться к нам, вы никогда не решите эту проблему. Я получаю в месяц 4,5 тысячи писем. Из них 95% то, о чем вы говорите. Мы с вами собрались на съезд за одной простой задачей. Максимально обобщить реальную картину вашей беды, выслушать ваши конкретные предложения, и, опираясь на опыт тех 30%, которые мы в прошлый раз решили, подготовить реальный документ, который позволит нам в ближайшее время решить две задачи. Первая. На Госсовете поставить этот вопрос и убедить президента, что были даны все поручения правительству, министерствам, ведомствам, губернаторам рассчитаться с должниками. Второе. Чтобы было не вообще поручение, а чтобы было поручение рассчитаться с ними в течение 2017-2018 года. У нас очень запутанная ситуация. Чисто уголовное дело. Оно было открыто еще в марте 2012 года. И на данный момент, так скажем, есть высокопоставленный офицер в ГСУ, который крышует это уголовное дело. То есть крышует банду Мавлянова. Некоторые ЖК как бы тоже пересекаются с Мавляновым, с долями Мавлянова. Там, естественно, есть такие гусновые, заболотные. То есть все эти люди как раз подпадают под эту группировку. Это одна единственная банда. Еще она называется группа компаний ТЭН. В разных ее, как говорится, сочетаниях. Вот эти люди крышуются на, так скажем, очень высокопоставленном офицерам МВД. Оценка работы Москомстроинвеста прозвучала в не самом теплом приветствии выступления Александра Гончарова, заместителя председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контроле в области долевого строительства. Запретить можно любое строительство. Запретить можно продавать и на стадисты. Уважаемый коллеги. Уважаемый коллеги. Знаете, спасибо вам большое. Я рад, что вот это предложение позволит достроить дома. Первое, о чем мы говорим и о чем мы настаиваем. У нас до сих пор не введена уголовная ответственность за нецелевое использование денежных средств. Потому что сегодня все говорят, жилье, мошенничество. 23 уголовного дела заведено сегодня в отношении московских объектов. Но до конца эти дела не доведены. Тот институт страхования, который существует, он фактически не работает. Мы проанализировали все договоры страхования. И мы понимаем, что на сегодняшний момент те, кто страхует, в реальности на себя взять обязательства и закрыть требования передольщиками, эти страховые компании не смогут. Поэтому мы выступаем, чтобы в скорейшее время тот законопроект, который есть в Думе, по компенсационному фонду, он был принят. В числе участников, представляющих Москву и область, выступили дольщики таких проектов, как Царицыно, Терлецкий парк, Ваниль, Скайхаус, жилой комплекс Министерства обороны на Рублевском шоссе, жилой комплекс «Авиатор» города Химки, Новонекольское, Шишкин лес, Мариноград и спортивный квартал. Но особенно эффектным стало выступление представителей жертв долгостроя жилого комплекса «Академпалас». Путин строго потребовал в марте этого года о том, чтобы главы регионов лично отвечали за оказание содействия дольному строительству и обязал их утвердить план график «Дорожные карты» к каждому объекту. Приказ 15-20 от 3 августа прошлого года. Все участники лесконтракта на сегодня за продолжение строительства нашего объекта и только Москомстроинвест маниакально не желает оказывать содействие и выполнять свою прямую пенсию найти нам генподрядчика. Особенно достроить объект, получив прибыль в несколько миллиардов рублей, отдать точкам законные квартиры и розымуществу 4 этажа столоватной части, чтобы господин Цюганов порадовался, что наша Российская Федерация может иметь хоть какую-то прибыль. Они в этом нам совершенно не способствуют. Из-за бездействия Москомстроинвеста мы сами написали план график «Дорожную карту» с учетом того, что наш застройщик не собирается банкротиться и поэтому написал письмо министру Меню, где он написал все, что он готов предоставить для будущего генподрядчика. Это не только государственные деньги. Мы, в отличие от многих объектов, не просим нас финансировать из госбюджета. Мы хотим только одного. Дайте другого генподрядчика, который хочет получить 5 миллиардов рублей. А ли что вообще, уже обалдели? Бог, что он стоит везде. Итак, несмотря на наличие указов и распоряжений президента по содействию гражданам долевого строительства, почему-то Савянин, Хоснулин, Тимофей, Тодончаров умышленно не слышат нашего президента. А может, они слышат, выполняют указы госбюджета США? И поэтому специально ставят препятствия и тем самым, что эти условия для возмущения граждан мотивируют нас на мидинге. И тем самым надеются на массовую критику нашей власти. Мы не хомячки Навального. Мы за президента, но мы против чиновников, которые не дают строить застройщик. Мы считаем, что нам необходимо обратиться к Путину за организацией круглого стола, где мы бы донесли лично до президента все наши беды. Что касается нашего объекта, ЖК «Академпалас», проспекта Вернадского, 78, то мы лично приглашаем господ Савянина, Хоснулина, Тимофеева и Гончарова лично посетить нашу протестную голодовку у дольщиков. Но другого варианта, как привлечь к нашему объекту, который имеет 5 миллиардов прибыли, и еще не обонтадился, и совершенно не собирается этого делать, господин Хоснулин нам не оставил. Но мы их тоже не оставим в покое. Я вам это обещаю. Словно мы услышали и громко все аплодировали представителю компании-застройщика, который говорит, пусть застройщик не строит детский сад, пусть застройщик не строит школу. Это то, что требование, это требование, не надо. И увеличьте, пожалуйста, нам застройку в несколько этажей. Это гнусная ложь, поскольку Московский Уфтроинвест проиграл все суды с нашим застройщикам. Зачем вы пряты нам публично? А теперь, если трусливо сбываете из-за этого, вы сбываете, потому что вы в роде. Если бы вы были правы, мы бы сейчас остались у нас здесь. Я прочитал ваше письмо. Я прочитал ваше письмо. Мы не хотим строить школу, мы не хотим строить детский сад и увеличьте нам, многократно увеличьте нам застройку. Александр Анатольевич, я убедил ваши, мы договаривались, чтобы у нас сегодня максимально содержательное мероприятие. Принятие на законодательном уровне персональной ответственности вплоть до уголовного не только застройщика, но и глав регионов, чиновников, местного самоуправления, контролирующих органов. Второе. Приоритетное решение вопроса с достройкой объектов, а также второе. В первую очередь, это решение вопроса с достройкой объектов и только потом разбирательство с недобросовестными застройщиками. И прекратить привязку к выдаче ипотечного кредитования и строящемуся жилью в государственном субсидии малоимущих граждан. Также мы очень просим и хотели бы круглый стол с президентом. Это наши чиновники придумали. Сейчас они нас делят все 300 семей по социальным слоям. То есть, кто значит, ну грубо говоря, еще на масло мажет на хлеб, масло на хлеб, то ты, значит, тебе не помогают. Ты сам достраивай. Кто вообще все погибает тому, что-то там помогут. Вот мне это напоминает, как фашисты воину делали, знаете, там евреев, там недочеловеков. Ну это что такое-то вообще? Там вообще можно было не поделить, конечно. Все разрушения на строительство присутствуют. Представители Сбербанка сидят в офисе застройщиков и выдают ипотеки. То есть человек пришел, офис, все есть, Сбербанк говорит, что это наши партнеры. Но логика простая. Если твой партнер не достроил, значит ипотеки нет. Твой партнер достроил, ипотека пошла. А Сбербанк сейчас нам говорит, ну ребята, мы проверяли все документы в порядке. То есть вдоль и все, кроме дольщиков. В основу резолюции, которая будет направлена президенту Российской Федерации, председателю правительства, генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, председателю Госдумы и всем руководителям субъектов Российской Федерации лягут как минимум 30 требований, в числе которых проведение Государственного совета, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, с участием инициативных групп дольщиков и привлечения к ответственности региональных чиновников и лично председателя правительства за неисполнение решений главы государства по вопросам защиты прав дольщиков, а также создание рабочей группы при Министерстве строительства для оперативного решения вопросов по достройке проблемных объектов. И, конечно, такой потенциал, как сегодняшний СЕС показал, я считаю, что нам не надо складывать руки, как говорил всем известный политический деятель, победа будет за нами и вперед. Подписывайтесь на наш канал, спасибо.